Он родился в семье физиков, но вопреки родне поступил в театральный. Был дружен с Людмилой Гурченко и с ее благословения снял о ней биографический сериал. Режиссер сериала «Папины дочки» Зарабатывал деньги в выборных кампаниях и постановками ярких шоу-проектов на канале СТС и Русском Раде. И все-таки главное для него – это его театр и роль мистического Воланда. Его талант давно признан. Он один из самых ярких и талантливых режиссеров кино и телевидения. Сергей Алдонин – гость программы «Звезды в эфире». Я Томара Статькова. Начинаем. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, беседовать с режиссером – дело вообще такое неблагодарное и нелегкое. Так что вы уж меня простите, если что не так. Но прежде всего, я думаю, что сейчас снова засверкала ваша фамилия в связи с сериалом о великой Людмиле Гурченко. Я думаю, что вам уже надоели с этими вопросами. Однако же, ну куда тут деться? Совсем недавно ведь он прошел 12 серий. 16. 16. Должно было быть 12. Сергей, вы знали Людмилу Марковну, да? Да, знал. Последние годы дружил с ней, не просто знал. И познакомились мы достаточно случайно. Такой цели не было. Она пришла на спектакль, на мой. И потом пришла в гримёрку, уже в антракте. На спектакль какой? Мастер Маргарита. Визитная карточка уже у вас, у Мастера Маргарита, нет? Ну, он давно визитная карточка. Не знаю, так должно было случиться. Я не был поклонником Мастера Маргариты. Меня заставил делать Захаров. Мы к этому еще вернемся, извините. Итак, вот Людмила Марковна пришла к вам в гримёрку. Ну, сказала, что она видела много мастеров, но такого еще не видела. Что это самое точное для неё. Прочтение Булгакова. Прочтение Булгакова, Мастер Маргарита. Как она себе тоже понимает. Поэтому я говорю, кто, Бурученко, пришла к господи. Посадите, ложи там открыты все. Ну, она же не досидит 4 часа куда в таком возрасте. Она не просто досидела, а осталась. Потом в ресторан ходили. Ну, как-то она вообще такая летала прямо. Ну, зал только смотрел все время на ложу. На неё? Как реагирует, да? Да, ну, просто все удивились. Ну, она такой человек, она энергию сразу притягивает. И поэтому все, что вокруг. Потому что мощное. Ну, вообще, вот решиться-то снимать автобиографический фильм, экранизировать про него? Нет, я ничего бы и не снимал, наверное, сейчас. Ну, просто так получилось, что когда-то, сидя дома за столом, на какой-то праздник, Люся сказала, если что-то будут снимать про меня, постарайся первым. Ну, как хорошо. Ну, такой ни о чем разговор. И когда всё произошло уже, и когда я продюсеру другу сказал, говорю, давай, может быть, вот такой был разговор. Сейчас же начнут все снимать, полезут. А что вдруг, ну, всё равно, что побудило-то? Вот всё-таки прошло уже достаточно время, и вдруг вы вернулись к этой теме. Вернулись к её образу, к её личности. Почему? Какие-то ассоциации какой-то? Ну, во-первых, сейчас сумасшедшая мода на вот эти боёпики биографические. Просто всё подряд собирают уже непонятно про кого, зачем. И понятно было мне, что это схватят. Вот-вот. Вы решили опередиться? Я успел, ну, как успел. Оказывается, что Синин, муж, за месяц до того, как мы встретились с ним и с продюсером, отказал Первому каналу. Они уже пришли. И пришли с заявкой, с бумажкой, с одной. Какой-то там, или с двумя. Вот будет примерно. У нас какая-то ерунда. Что это? Я ничего не понимаю, что будет. И вообще я против, чтобы снимали. Но в данном случае, сказал, не могу сразу отказать, потому что мы дружим с Серёжей. Его любила Люся. Поэтому предлагайте, что вы хотите. Полгода мы работали. Как план у вас такой был? Был, но полгода мог было. Тоже мы писали, переписывали. Пока не утвердили актёров тоже. А сразу? Или под кого-то конкретное? Писали? Писали по её книгам. Не под кого. Параллельно думали. А как подбирали? Ну, героиню я нашёл случайно. Как нашёл? Сообразил, пришла в голову, попалась на глаза. Это было неожиданно. Почти все говорили. Ты чё? Почему? Как она? И почему? Мне кажется, что только она и может на сегодняшний день. Когда я увидел её внешне на сегодняшний день. То есть внешние данные были главными? Нет. Сход какой-то? Внутренние. Внутренние. Такая же, ну не стерва, а как сказать, творческая. Творческий монстр упрямый такой, похожий на Лёсю. Настаивающий на своём, музыкальная, двигающаяся. Ну, это всё должно было совпасть, потому что я решил, что всё вживое будет. Никаких подкладывать голосов не будем. Ну, и вариантов у нас немного. Это кажется, что в Москве много хороших артистов. Высокого уровня. Нет. Мало. Сколько вы работали над фильмом? Над чем? В общем? Над вообще в общем данный сериал. Года два, наверное. Года два. Вместе с написанием. Но ведь вообще, конечно, очень противоречивые и сложные такие впечатления и масса всё равно, да, и критики. Потому что это наши современники, потому что мы же у каждого своё какое-то впечатление. Да мы же дали, что нас вообще обольют с ног до головы просто во всём. Но так не произошло, потому что люди... Во-первых, ещё до выхода было полито всё, как мне сказали продюсеры. Ну, что понятно уже, что все плохи, пересилить никакая, как она может играть святую нашу, Мадонну. Ну, это ерунда со всеми происходит, тем более с Гурчей. А потом, когда начали смотреть уже, многие смотрели уже, когда всё прошло в интернете, пошло всё по-другому. Все стали менять нини, те, кто писал плохо, вдруг написали хорошо. Стали звонить из Германии, из Америки, поздравлять, я не говорю уже там о провинции. Там тоже смотрели. Поэтому поняли, что мы честно отнеслись. А что вы хотели, что в личности Гурченко для вас было самое главное, что вы хотели показать? Ну, первых, я не хотел показывать своё отношение или чьё-то. А попытаться через её книги, вот то, что она себе рассказывает, нащупать вот это. Плюс те рассказы, которые она сама рассказывала, заразительно очень в жизни. Плюс её партнёры, которые рассказывали. В общем-то, фантазии очень мало. Ну, я имею в виду той фантазии. Режиссёрской? Достаточно, актёрской достаточно. Но фантазии по поводу её жизни не очень много. Только там есть мелочи, когда я там, я говорил, ну, это она точно могла разбить яйцо к голову, это святое. Вот. А так мы шли, исходя из ситуации жизни. Но ведь ещё живы те герои, которых вы выводите, да? Ну, ни один не предъявил ничего. Ничего. Даже Кобзон, который не разрешил использовать образ. Фамилию свою использовать не разрешил, да? Он, ну, как бы вообще, зачем про меня, что вы там про меня. Всё равно мы, естественно, как без него. Там яркие моменты. Он потом дал интервью, в общем, он ничего. А дочь видела? Её дочь видела, да. Но она там, скажу вам, даже улучшена сильно, чем по жизни. Да, 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 это точно, да. Вы сами довольны работой этой? Я очень устал от неё, опустошён до сих пор. Я не могу прийти из себя. Ну, выхожу уже. Очень, но я никогда так не погружаюсь, чтобы прямо полностью потом выходить по полгода. Я доволен, что я потратился на это, что это очень тяжело было, что столько преград, столько мешали, столько канал мешал. Не всё удалось, что хотелось, потому что это не подходило. Ну, вы знаете, у них там свои рамки, свой зритель, свои тётушки, дядюшки. Мы немножко и молодёжно хотели, чтобы молодёжь смотрела. Вырезано много очень. Постельные сцены очень все вырезаны. Ну, я ждал этого, и с этим ничего не сделаешь. А Людмила Марковна довольна была бы, как вы считаете? Что бы она вам сказала? Если бы она была, я бы просто вот так вот участвовал с ней вместе, чтобы она ночевала на площадке, играла кого-нибудь другого. Например, мать свою. Только так. Ну, я думаю, что она мне доверяла очень. Характер-то у неё тяжёлый был. И мы репетировать уже начали с ней на тот момент. У нас ни конфликтов, ничего никогда не было. А вот, может быть, какая-то некая невостребованность последние годы – это из-за её характера больше? Конечно. Характер тут… Ничего не скажешь, это тоже. Но не хотела себя всё равно ломать, да? Нет. Она… Зачем ей всё равно ломать? Это первое. Второе. У неё всегда были пачки сценарий, которые она… Алдон, посмотри, эту фигню, что это? Вот посмотри, вот открой текст, посмотри, как я могу это играть. Лучше я с Нагиевым сценку сыграл. Как-то так вот. Она… Ну, требовательность была высокая. Режиссёры очень боялись её. Её боялись и Рязанов уже в возрасте все. То, что говорить о каких-то молодых. Потому что она слово могла размазать просто. И сломать, наверное. Так вот. А если… Ну, как она говорила, что если мне нравится, я понимаю, что… То я вообще как незаметная мышь. Я выполняю всё. И, наверное, это правда. А сейчас уровня Гурченко есть? Нет. Ну, с каким уровнем Гурченко, конечно, есть. И Света Крючкова, и Марина Ниёлова, и Фрейнглих. Ну, вы называете всё-таки старшее поколение. Вы имеете молодых? Тридцатилетних. Ну, тридцатилетних. Но сравнивать с уровнем каким? Молодой Люси? Ну, вот этой вот… Не знаю. Нет. Такой энергетики и такой… Да и у этих актрис… Вот что-то другое есть, но вот этой какой-то… Я не знаю, как это даже… Сумасшедшая энергия энергетики, когда в 75-е она ещё в танце вся находится, в юморе каком-то бесконечном всё время ржурственном. Нету такого. А у молодых так тем более нет. А почему, кстати, не художественный фильм, полнометражный? Почему сериалы? Ну, мы перейдём к полнометражному. Почему? Потому что только сериалы могут приносить деньги каналам, потому наши фильмы не приносят никогда деньги. Время такое. А то есть это вот ещё один, вернее, заметный сериал, если вот туда уже потом возвращаться, да? Разматывать в обратном направлении вашу нить жизни. Это, конечно, папины дочки, там ещё на тему папы воспитания. Они тоже так случайно появились? И мы приближаемся вообще к вашей работе на телевидении. Что это вот эти шоу? Слава Богу, ты пришёл, да? У меня были яркие спектакли. Они такие яркие. Всё время говорили, что я там лучший ученик Захарова. Я так не считаю и не знаю этого. Ну, вот как бы в этом направлении. Да, да, пишут любимец Захаров. Ну, поэтому, наверное, мы не общаемся с ним столько. Ну, я люблю, конечно, его яркую манеру и считаю, что на сегодняшний день вообще отсутствует его жанр. В кино, на телевидении, то, что он снимал. Нет такого жанра. Надоело уже это. Эксперименты, чернуха, всё. Ну, всем надоело. Всё равно оно продолжает. Вот. Вот это телевизионный этап. Вот он как вас... Он возник. Люди ходили на спектакли и приглашали. Вот. А и время ещё было, нам надо было вылезать. Началось это вообще с выборной кампании. Всё. Когда рок по стране ездил. Я был главный режиссёр. Ещё на четвёртом курсе меня пригласили. То есть вы в выборах участвовали? Ну, я занимался концертом огромным. Вёл Коля Фоменко. За кого? Вы выступали. Союз правых сил. Вот это. То есть вы даже уже не помните. Неважно. Нет. Почувствую СПС, Хакамада, Кириенко, Немцов. Мы дружили все. Мы вместе летали на самолётах отдельно. В каждый город. Это было шикарное время. И я начал много зарабатывать. Да, тогда. После 100 рублей повышенной стипендии. Сразу гонорар... Вот они, где деньги-то. Ну, пошёл я не из-за этого, конечно. А из-за того, когда узнал, сколько звёзд будет в моём концерте, принимать участие. Проехались по стране с этими заседаниями? Да, 20-30 концертов. Стадионы забитые. Ну, такой опыт надо было получить. Потом меня пригласили главным режиссёром русского радио. Сколько вы там проработали? Ну, золотые граммофоны я года четыре подряд или пять делал в Кремле. Вот столько, наверное, и проработал. Ушёл сам, потому что всё. А СТС как появилось? СТС. Не помню. Пришёл продюсер тоже. Сказал, вот есть очень интересно, дети. Я говорю, я, наверное, надо поопытнее режиссёра. Так грандиозно рассказывать. Сказал, ну, приди, посмотри. Я пришёл, увидел детей. А, ещё я поймался. У меня любимый актёр Леонов Евгений. А на главную роль утверждали его сына. И я говорю, ого, сын Леонова. Ну, это мы друзья близкие теперь до сих пор. Мне очень понравились дети. Потом... Дочки? Да. Ещё не все были отобраны, но уже я доотбирал кого-то. Это очень понравились актёры, которые другие. И я понял, что это творческая работа. Ну, сериал-то, посмотреть, сколько он... Четыре года ведь шёл, да? Ну, может, даже... Даже побольше, да? А в чём вот такой его успех привлекательный, этих папиных дочек? Они ведь там растут, меняются. Там уже, мне кажется, не знали уже, что выдумать. Какой сюжет, да? Уже так тяжело шло. После лет двух я пришёл, сказал, мы же уже давайте заканчивать. Потому что, ну, по-моему, уже ерунду какую-то пишут. Авторы уже молодые другие. Им уже так формально. И нет, нет, а что? Такие рейтинги. Я говорю, ну, тогда готовьтесь, что я как бы... Ну, без всякого конфликта. Я просто... Мне надоело. И пока я ещё работал, сколько-то там, ну, год, что ли, во-первых, актёры просили, чтобы... Ну, дети очень меня любили. И мы сами эти сцены каждый день, вот перед каждой съёмкой, или вечером мы получали, мы просто справили. То есть вы сами себе писали? Каждый привозил, да, исправленный предлагал мне там, Оля Волк, Ольга Владимировна. Дети тоже с родителями сидишь, что-то за... Переписывали себе сценарий? Какая прелесть? Да. Часто импровизировали на площадке. Вот так и делаются сериалы. И хорошие, я думаю, да, когда они начинают, тут уже пурга идёт. Если хорошие артисты, они позволяют себе... Ну, написали, написали, я же деньги получил. Телевидение — это то же самое, что театр? Ой, это пропасть между телевидением, театром, кино. Всё это проп театр. Но вы долго держались на телевидении? Долго ведь там это проработали? Я ненавижу телевидение, сразу скажу. И передачи, которые я предлагал им, делаем такие интересные, какие-то происходят. Это ничего не надо, значит. Давайте развлекуху я провожу. Слава богу, ты пришёл, она более-менее соответствовала как бы актёрской вот этой импровизации, всё. Я тоже немного там пробовал совсем полгода. Всё, решили завязать со всем шоу-бизнесом, с телевидением? Я никогда ни с чем совсем не завязываю, просто меняю. Надоело. Я ухожу в театр. То есть ещё может статься, что вернётесь туда? На какой-то проект, конечно, конечно. А вот у вас такие ведь достаточно юмористические вот эти проекты телевизионные. Ну а как вот этот сохранять вот эту границу, чтобы не скатиться к вульгарщине, чтобы был действительно юмор, чтобы было смешно? Вы знаете, в наше время стало даже важнее не тексты, которые... Тексты мы сами можем выбрать, а артисты, которые играют. Очень много испортили артистов. Молодых и немолодых, которые стали пошлить в кадр и потеряли нюх. Ну много сериалов всего. Например, у меня есть актриса, моя прима, Катя Волкова. Вот сколько лет она не играет, в какие только она не попадала из сериала, я ни разу не видел, чтобы она зашла за грани. Это внутренний вкус. А таких всё меньше, да? Меньше, меньше. Уже приходят, вроде казалось, хорошие, он как начинает тебе предлагать пробу какую-то и думаешь, блин, это же известная артист. Ну что-то это... И как-то и сказать вроде неловко. И думаю, нет-нет. Так мы и на Люсю эту пробу меня заставили сделать. Знаете, там сколько прошло. Канал не утверждал ни в какое. Мы снимать начали. Продюсер был канал, да? Конечно, все деньги. Мы снимать начали пересилить тайно, не получив разрешение у канала. Уже не задним числом узнали, что она снимает. Что уже жалко материал выбросить. Ну я думаю, что мы вернёмся к театру. Всё-таки это основная ваша жизнь, деятельность, да? Да, это правда. В Архангельск привезли мастера и Маргариту спектаклю 17 лет. Но такого... Так не живут спектакли. Ну редко, редко. 18 лет. 18 лет. Да, со студенчества ещё. Это дипломная ваша работа, насколько я понимаю, на курсе у Захарова. Это дипломная работа нашего звёздного курса. Это правда так считают. Самый лучший его курс. Там достаточно много звёзд в итоге. Но тогда все были никто ещё. И начинали это на первом курсе. Но, Сергей, ведь у вас же несколько вариантов уже за эти годы появилось спектакля. Нет. Как сказать, сценарий всегда был один. Просто чтобы спектакль не умер, не превратился в моль такую, я понял именно Булгакова, что его надо сцены там. Вытаскиваешь одну и делаешь новую. Вот прямо в схему мастера входит что угодно. И материалы у него там часов на 8-10 точно. Вы говорили, что вы не поклонник «Мастера и Маргареты», самого романа. Был я не поклонник Булгакова. Просто случайно получилось. Если кратко говорить, что должен был, я ничего не подготовил на показ Захарова, который резко вдруг, но я думала, он ещё попозже болел. А все что-то делали. А вдруг выздоровел, да? Срочно диплом. Показ послезавтра. У всех что-то готово. Я говорю, а я свою старую работу продолжал. И что делать-то? Ну давайте, говорю, я вспомнил. Мы делали отрывы, когда я на актёрском учился. Дурацкие, правда. Зазыла с Маргаритой на скамейка в Александровском саду. Теперь этой сцены нету вообще в спектакле. Её и сразу не было. И мы за день слепили её с двумя однокурсниками, которые забывали текст. Я говорю, не останавливаться. Чего попало? Говорите, что же он помнит наизусть. И вот такой большой показ. С двадцати с лишним работ разных режиссёров. И Захаров оставляет продолжать только эту. Ну как же, ну как же не любимец-то? Все говорят, назло, не одета. Я думаю, что он, может, собирается ставить её. Я говорю, зачем это продолжать? Мы так плохо это... Ну пришлось продолжать. Он назначил показ следующего куска там. Ну и вот так я начал читать Булгакова, про Булгакова. Снился он мне, сошёлся в Айанань. И весь курс заразился. И потом вот был у вас тоже такой спектакль «Ромео и Джульетта». И в том, и в этом вам говорят. И здесь не Булгаков, и здесь не Шекспир. А вы продолжаете, значит, сразу... А они живут эти спектакли. И там не скрип. Да. Так это что, вы экспериментатор такой по жизни? Да я-то как раз считаю, что я экспериментирую только сам собой, внутри себя. А на самом деле я пытаюсь автора открыть. Я прежде всего для меня автор. У меня, во-первых, все костюмы, например, исторические. Я никогда не пялюсь, там, современные пиджаки. Я считаю, класс-то в том, чтобы сыграть в историческом, и было современно. И поэтому особого эксперимента какого-то. Хотя сейчас в наше время вскрыть, как написал автор, наверное, эксперимент уже. Тоже посмотреть, что в Москве делает. Поэтому мои спектакли действительно долго живут. Но еще потому, что я не леплю их много. Редко работаете, да? Да, я пытаюсь, мне надо вжиться, мне надо полюбить. А если уж полюбил, надо его держать. Ну, надо же чем-то зарабатывать, как же. Ну, вот ухожу иногда в кино. В телевидение туда, в шоу-бизнес, в кино. А вот, знаете, кстати, а я сейчас вообще вернусь к вашему, к вашему, наверное, такому шагу, который вы сделали в направлении театра. В Википедии пишет, что в 1987 году вы поступили на службу в армию на Дальнем Востоке, в ракетные войска стратегического назначения, создали там театр армии, поставили три спектакля. А родились вы вообще в семье физика. Что у вас вдруг в театр потеряло? Двух физиков, да. Двух физиков. Родители, наверное, были удивлены, что вы решили выступать театром. Да, он такой был уже. У меня много известных, родственников было, в том числе и дед со Сталином имел отношения и так далее. Но я там готовил, у меня все либо педагоги, либо вот наука, ну, в общем, тоже педагоги, и учителя все такие. И все рассчитывали, что я вот МГО, ЛГО, я уехал в ЛГО, почти поступил, то есть в последний экзамен содрал документы, сбежал, не сказать никому, сказал, что не поступил. Потом и тайно поступил, бабушка узнала, драка была, драка, монстр, да кровь. То есть так вас хорошо, да, делали, однако же... Вот, и поэтому, ну, потом уже она говорила, что я сама мечтала быть актрисой. Мне в голову сразу вбили, что это профессия проституток. Я говорю, конечно, проституток, тебе все правильно вбили. Я вот актерам все время говорю, а что вы думаете? Да, согласитесь с этим, мы как на панель выходим, нравимся, не нравимся, ну, похоже. А важно вас же понравиться, да? Надо добиться, чтобы понравиться зрителям. Ну, а как в такое время, если ты не нравишься, денег не будет. Это, я согласен, что это не важно. Я лично согласен, что важно, чтобы тебе внутри нравилось то, что ты делаешь. Тогда понравится и зрителям. А родители или бабушка были на ваших спектаклях? Как они? Они в Москву, я еще в Челябинске. Они ездили постоянно, они очень любились. То есть все, простили, смирились с вашей профессией, да? Вы же еще поактерствовали, да? Поработали актером. Конечно, три года. Помотались по театрам провинциальным, да? А сейчас, кстати, ставите в провинциальных театрах? Вот пригласи вас в Архангельск. Я мало очень, потому что, ну, не знаю почему, я отказывался много, потому что всегда была работа в Москве, а поначалу еще и политика, вот это все. В общем, очень много всего было. Вот, и как-то сейчас, ну, без надобности, что ли. Да, в общем, и не завод. Не знаю почему, еще какой-то имидж выработали у меня, что я, да. Московский режиссер. Хотя ничего этого нет. Поехали вы. Если вас пригласили. Иногда хочется, да, в какую-нибудь даже дыру, чтобы нормальные люди, без пафоса, чтобы спокойно сесть, поработать, вот без этой гонки в Москве. Я сделал в Красноярске по приглашению министра культуры. У меня там Рос сделал комедию. Хорошо, очень мне понравилось. Кстати, вам какой жанр ближе? Комедия, трагедия или вы из всего делаете все-таки, да? Ну, я не знаю, мне кажется, не бывает так вот, что только комедия. Даже и о Людмиле Горченко сиал тоже, в принципе. Там столько мы комедийного сделали. Ну, осталось что-то, но очень как-то это все, видимо, не в жанре канала было. Чик, полсцены, чик, мозг. То есть не увидеть больше, полной версии не увидеть, да? У нас есть эти материалы, я продюсер, мой близкий друг. И мы, я говорю, никуда это держи, потому что когда будет время, нам захочется. Мы сядем и для себя все перемонтируем, как это должно было быть. И пусть серия будет не 40 минут, а как в Голливуде час. Почему? Нет, нельзя, только 40 минут. Я разговаривала с режиссером нашего писателя Абрамова, который сделал «Три земли, три лета», братья и сестры. Он тоже говорил, что вот именно канал ему порезал. Это совсем другое впечатление было. Это жестко все. Но, однако же, всем приходится подчиняться. А ты можешь что угодно, хоть матом на них, хоть дирис. Все равно сделают. Ну, посмотрите, вот у вас же так удачно сложилось, я не знаю, удача это или это все-таки закономерный успех, что у вас нашелся меценат, спонсор, и вам удалось создать свой театр. Да. Вот здесь вы уже больше свободны, да, в самовыражении. Здесь уже не давлеет на вас этот канал. Нам тяжелее, наверное, чем государственным театром. Но мы сейчас тоже думаем о том с продюсером, что, может быть, музей не отдавать, государство, театр отдать. Музей Булгакова. Да. Это даже культурный центр Булгакова. Но все равно какой-то кайф, когда ты свободен от каких-то указаний, распоряжений. Потому что на тебя комиссию наслывать могут. Это дает определенный, значит, ты свободный человек. Слушайте, вы счастливый человек, да? Счастливый человек тяжело все равно, это не так легко. Все равно штыркают со всех сторон. Все равно находят, как угадить, как написать какую-то статью. Вы вообще не дружите вот в этой среде? В театральной, режиссерской? Нет дружбы как таковой? Имеется в виду с творческими людьми есть. Да, да. С критиками нет. А вообще критику не любите? Не читаете? Нет. Я и актерам советую не читать. Как говорил Филипп Филиппович в «Собачьем сердце», не читайте советские газеты. Да, вот если о газетах. Портится аппетит. Телевизор тоже, да? Газет не читайте, телевизор не смотрите. Ну, конечно же, я смотрю новости, смотрю в интернете какие-то, пытаюсь совета спрашивать у людей, которые говорят, какие смотреть новости, какие читать колонки в интерн-чае. Все-таки телевидение вас не отпустило. Ну, как? Я же должен знать, про что делать. Я же не могу совсем ни про что. Но вы же все больше к классике склоняете. Ну, к классике что? Вы не ставите современные драматуры? Да, с удовольствием, если бы это было что ставить-то. И мне присылают же много. Но они вообще эмоционально не берут. А что сейчас требует время? О чем сейчас хочется говорить? Я считаю, время нет, смотря кто требует. Зритель требует сейчас красивых спектаклей на вечные темы. А это классика. Например, тот же Булгаков «Все современнее и современнее». Перечитайте любое. Дьяволиада. Вот сейчас происходит. Что требует... К чему приучили зрители? Это совершенно другое. Когда канал объясняет, какой у них зритель, и он будет смотреть только это, когда переучивают-то будем. Они сейчас говорят, эти линии – это мура собачий, и Тарковский скучно. Вы приучили их к этому? Ты к этой шармане, к каким-то слезамбискам или ситкомам тупым. Они не умеют смотреть. Да и мне уже тяжело. Сядешь серьезно. О, Господи. В Голливуде все быстро меняется. Взорвалось все что-то. Побежали, никуда не погружали. А тут смотреть какое-нибудь трюфо. Это нужно учиться. Так же, как не читаешь долго, уже книгу читать так тяжело. Зачем? Можно в уши воткнуть, послужить по дороге, в фитнесе. Вас огорчает это? Нет. Мне все равно это. Меня огорчает, что я себя изо всех сил стараюсь возвращать, себя, своих близких, своих друзей, возвращать к этому. Прямо навязывать. А зачем? Ну, чтобы культура как-то сохранилась. То, к чему нас готовили. Вот еще когда мастера были. Школа к чему учила. Я заставляю актеров писать, роли от руки переписывать. У меня многие делают это. Никто этого не делает. Да, я думаю, что надо вас уже отпускать на репетицию. Играть. Играете вы в Воланда? Да, я играл в Фагота раньше. Сейчас вот в Воланде. Нравится играть? Самому играть или на сцене? Нравится. Да, нравится. Ну, нравится. Сцена для меня, она лечит по настояре, отдаешь. А что главное в Воланде? Вот есть какая-то фраза, какие-то любимые, я не знаю, ваши слова? Есть. Мне священник определил. А вы спрашивали разрешение, можно ли играть в Воланде? Нет. Просто он пришел, а он изгоняющий бесов, экзорциз, редкая такая, известная в стране. Я хочу сходить. На спектакль? Да. Я говорю, ну как мастер, вы пойдете смотреть это. Я очень боялся, как он. Он прибежал веселый. Говорит, какие вы молодцы, как вы смелы. Говорит, вы суть-то открыли. Я говорю, а в чем суть? Мы столько много репетировали, что какую-то одну суть же. Суть в твоих словах. Дьявол есть. И на это есть самое прямое доказательство. Вот он не хочет, чтобы знали, что он есть. А вы довольно смело говорите об этом со сцены. Наверное, в этом и есть смысл. Вы режиссер жестокий? Жесткий? Деспотичный? Или наоборот, толерантный? Знаете, когда я люблю актеров, и они со мной в связке, я очень добрый, я партнер. Но если попадается что-то не то, а надо делать, продолжать, тогда говорят, я ужасный какой-то. А у вас есть какие-то кумиры? На кого вы равняетесь в жизни, в профессии? Нет. Нет. Есть много, кого я люблю, но, как кумиры, нет. Не знаю, нет. Люся тоже не была кумира. Я обожал ее, но не кумир. Я вообще считаю, кумиров не должно быть. Кумиры в нашей профессии, кумиры у людей, которые занимаются другой профессией должны быть. А мы должны вот как-то находить общее и что-то брать, что возможно у того режиссера, у того актера. Вам ближе русское искусство? Я вообще за интернациональное искусство. Когда фильм или спектакль понимается любой страной, вот это мне больше всего нравится. Да когда переводить не надо. Я люблю, конечно, русское искусство, которое было создано. С оптимизмом в будущее смотрите? Конечно. Я вообще считаю, что все лучше и лучше. Пусть все пока разваливается. Строить всегда надо на облом. То есть вы так снисходительно смотрите на происходящее? Да. Я иногда переживаю, конечно, за какие-то вещи, но у меня нет, вот как многие загружаются, такси все плохо. Да что все плохо-то? Вот и в Европу я заехал, которая мне нравится. Там хуже, например. И настроение хуже, и люди стали меньше улыбаться. У нас, говорю, уже нет такой злости к ним, а у них уже появляет. Поэтому я не считаю, что никогда не смогу жить в другой стране. Это да, я уж попробовала. Нет. Все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. С Новым годом, кстати, всех зрителей. Да. Пусть он будет счастливым. Пусть будет счастливым. И веселым. Спасибо вам большое. Звезды в эфире. Это была программа на телеканале ПС. Наш гость Сергей Алдонин, режиссер кино, театра, телевидения, оптимист по жизни. Очень интересный человек. Удачи ему. И вам тоже. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!